Всем привет! Пока вы смотрите процесс написания Росакварелью, я хочу рассказать, почему я редко пользуюсь профессиональной терминологией, когда комментирую процесс своей работы. Не делаю я этого в силу нескольких причин. Во-первых, практически все, что называется непонятными новичку словами, имеет простое название. И я склоняюсь к мнению, чтобы что-то объяснить и донести, нужно упростить материал так, чтобы он был понятен даже пятилетнему ребенку. Во-вторых, моя главная цель – не обучать, показывая, как надо и как не надо, а задать направление и показать, что творчество – это просто и оно доступно каждому. А выучить художественную терминологию при желании можно и самостоятельно. Мой принцип – сделать творческий процесс максимально простым и интуитивным, понятным и доступным для большинства людей любого возраста. А сложная терминология и обилие правил в самом начале пути лишь отталкивают. Так однажды чуть не случилось со мной. Неоднократно я бросала творчество, и это в большинстве случаев было в те моменты, когда я начинала изучать базу художественных вузов. База – это хорошо, но для каждого она хороша в свое время, и лишь когда я стала опираться на интуитивный подход, творчество прочно вошло в мою жизнь. Это я не к тому, что не нужно познавать азы академического искусства, не соблюдать правила светотени, нарушать пропорции и вносить полный хаос в свои работы, хотя и это в некоторой степени тоже вполне может быть. Я больше про то, что в первую очередь нужно слушать свое внутреннее я, ведь творческий процесс – это не ремесленничество, это то, что рождается внутри каждого из нас, и оно абсолютно индивидуально, и ни на что, ни на кого не похожее. И если суметь гармонично соединить внутренний посыл с общепринятыми правилами, то это, по моему мнению, как раз и есть то, что называется мастерством. И простым профессионалам своего дела до этого очень далеко, возможно, они за всю свою жизнь так никогда к этому и не придут. Это как раз и есть путь от профессионализма к мастерству, опираясь исключительно на правила совершенствовать свои знания и умения. Я, в свою очередь, решила следовать совсем другой дорогой, путем, который идет изнутри, попутно изучая и фильтруя общепринятые стандарты в живописи и рисунке. И да, к слову, у меня нет художественного образования, и я никогда не заканчивала подобные курсы. Все, чего я достигла на данный момент, к этому я пришла самостоятельно. И если мой опыт и мой путь вдохновит хотя бы кого-нибудь из вас, подтолкнет начать творить прямо сейчас, а не когда настанет лучший момент или когда будут освоены все художественные премудрости, то значит мой труд не напрасен. Всех вам благ и до новых встреч в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok